На этой неделе мы читаем главу Ваикра, Ивазвал. Возвал Моше. Возвал не написано, что кто возвал. Написано, что Ивазвал к Моше. Имеется в виду Бог. Интересно, что в слове Возвал, Ваикра, как это производится на иврите, последняя буква этого слова написана маленькой. Эта буква свидетельствует нам о скромности Моше Робейну, который не хотел, чтобы Ваикра, который говорит о его большой, о том, что он был великий человек, потому что обычно Всевышний обращался к пророкам словом Ваикар, Дамикре, как бы случайно, то есть непостоянно. Моше Робейну не хотел, чтобы было написано слово, которое выражало его величие. Поэтому компромисс был достигнут с Богом такой, что слово было написано, буква была написана Ваикра, Алиф. Но Алиф была написана маленькой, с тем, чтобы нам помнили на все времена, потому что Робейн был самый скромный из всех людей на земле, и не хотел, чтобы его имя было бы рядом со словом, которое говорит о его величии. Вы знаете, очень интересна такая вещь, что когот, величие, это свойство, которое свойственно Богу, почет, уважение. Известно, что человек стремится обычно к деньгам, к почету. Интересно, что если человек стремится сильно к деньгам, то не написано, что деньги от него убегают. Написано, что деньги, в итоге он получит эти деньги, если он очень стремится к ним. Но есть интересная такая вещь, что если человек стремится к почету, к славе, то почет от него убегает. Но если он убегает от почета, то почет бежит за ним. Вот такая интересная вещь. Это важно знать, потому что важно знать даже не для того, чтобы быть цадыком, для того, чтобы быть немножко мудрецом. Говорят, что каждый человек, который уступает другому, говорил Раф Каневский про него, что он не цадык, он хахам, мудрец, потому что тот, кто уступает, он никогда не проигрывает, он только выигрывает. Есть обычай, что книгу Вайкра и первую главу Вайкра, которая тоже называется Вайкра, начинают читать дети еще до книги прорешить, почему. В некоторых общинах так принято, придут святые, маленькие дети, у которых нет грехов, и вот обучаться святыням, книга Вайкра в основном посвящена. Если книга Вайкра рассказывает в основном о различных событиях, то книга Вайкра состоит из большого количества еврейских законов. В частности, она начинается с законов о шерфоприношениях. Причем, вот уже были 2000 лет, у нас нет храма, а мы все время должны изучать эти законы о шерфоприношениях, хотя разрешено их приносить только в храме. Ховатсхайм объясняет это тем, что каждый день мы молимся о восстановлении храма, чтобы мы могли приносить свои жертвы, так как предписано Торой. И в молитве Амеда, главной молитвы, одной из главных молитв еврейского народа, еще она называется Шмунаеса, 18 благословений. Есть особое благословение, о котором мы просим, и восстанови служение в храме своем. Вот мы должны ознакомиться со всеми законами, касающимися храма, ибо как только придет машех, служба в храме снова будет восстановлена, и от нас потребуется практическое знание этих законов. За какой грех, за что приносится какая жертва, или не за грех, если не будет грехов, дай Бог. Во всех законах, относящихся к службе, должны быть осведомлены, прежде всего, коины. Это колено священнослужителей, которое происходит, прямое потомство Аарона. Но когда придет машех, они должны знать законы Торы, потому что если придет машех, они не будут знать его законы, то есть спросят, почему они не подготовились к приходу машеха. Тем не менее, и не коины должны быть знакомы с этими законами, чтобы наставлять коина, придавать им советы. Если мы изучим эти законы, то мы действительно будем, получим право просить Бога о приходе машеха. По праву будем просить Бога о приходе машеха, не просто так. Тогда увидев, что мы готовы к его приходу, он выполнит эту просьбу, послав к нам пророка Ильяу и машеха. Ну, во-первых, первая глава по экрану начинается с того, что после сооружения Мишкана, призвижного храма, я буду говорить дальше Мишкан, шхина, то есть божественное присутствие, где облако опустилось и пребывал в нем. После завершения Мишкана, маше отошел в сторону. Он размышлял так. Арон избран исполнять службу, Куэнгадоля, первосвященник. Наверное, он, а не я, будет тем самым, который будет призван войти в него. Такое чувство скромности было у маше Робейну изначально, но было характерно для маше. Еще когда Бог приказал ему вводить евреев из Египта, маше отказывался. Почему он отказывался? Он возразил, он сказал, что считает себя недостойным для этой цели. И он считает, что Арон более достойный для этой цели, его старший брат. И при взрывании Тора, маше не стал подниматься сам на гору Синаи. Он стоял у подножия, пока Бог не призвал его, сказав, маше, поднимайся. Тогда Бог оказал маше особую честь, призвав Мишкан только маше Робейну. Никто больше не слышал этот зов. И смотря на то, что звук голоса был громким, никто, кроме маше, ничего не слышал. Вообще интересно, что человек ощущает мир с помощью своих пяти органов восприятия мира. Ушей, глаз. С помощью ушей он слышит, с помощью глаз он видит, с помощью носа он нюхает. С помощью рта он ощущает вкус. С помощью рук он может осязать предметы. Так вот, есть такая интересная мысль, я недавно слышал, что Всевышнему даже не надо было создавать мир. Он мог существовать только в сознании человека, потому что глаза наши не видят все, что они... Видят они определенные вещи. Многие вещи они не видят. Уши наши слышат только на определенных частотах. Другой звук они не слышат. Так вот. Пророчество. Не знаем, как выглядит пророк. Вы не видели пророка? Недавно у меня один важный чиновник спрашивает. Ну что будет в войне? Извините, в военной операции. Россия на Украине. Я говорю, у меня не знаю. И каждый, кто вам скажет, что он знает, что будет. Он выдумывает, он не знает, что будет. Никто не знает, что будет. Пророчества нет. Он говорит, нет пророка в родном отечестве. Да, нет. С тех пор, как разрушен храм, в родном отечестве нет пророков. Так вот. Только Муше слышал этот звук. И... Все-таки Всевышний завелел ему... И все-таки Всевышний повелел ему писать это слово вайкра. Муше, хотя со скрипом, но согласился, как я уже сказал, написав букву альф маленькую. Интересно, что не написано вайкра, а шемель Муше. И написано, что Всевышний возглав Муше. Написано просто, и возвал он к Муше. Возвал к Муше. А кто возвал? Есть очень интересное объяснение, которое говорит, что этот звук, как Всевышний взывает, он взывает каждому из нас. Каждого человека есть своя функция на земле. Если человек является в этот мир, это означает, что мир не мог существовать без него. В то же время, если человек покидает этот мир, значит, мир может существовать и без него. Но когда человек приходит в этот мир, это означает, что мир не мог существовать без него. Что это значит? У каждого есть своя функция в этом мире. И к помощи у каждого есть свои испытания. У каждого есть своя жизнь. Как говорил Рабий Сайландр, если бы каждый из нас повесил свои цоросы на вешалке, свои неприятности на вешалке, через несколько лет пришел бы забрать, то каждый бы забрал свои. Так вот, у каждого есть свои приятности, свои проблемы, свои испытания. И каждый должен слышать голос Бога всю жизнь, который остается к нему, обращен именно к нему. Подсказывает такую историю, что... Правда, человек не всегда слышит этот голос, не всегда понимает, что этот голос обращен к нему. Подсказывает такую историю про одного из глав Ешибы. Бурош Ешибы, очень большой человек, у которого была дочь, очень хорошая дочь. Вот ей нашли жениха, который был потрясающим человеком. Он был Толмитахамом, он дарецом Торы. Мы были потрясающими до черты характера. Интересно, что черты характера нет у нас. Митсвот. Все митсвот, которые даны нам, нет митсвот, которые нам говорят, каким должен быть человек, что он не должен быть скупым, что он не должен быть злящимся. В то же время, насколько мудрецы уделяют этому внимание, что они говорят, что каждый, кто злится, каждый, кто сердится, ломает посуду в гневе или рвет что-то, как будто служит идолом. Настолько мудрецы говорили, что важна меда, важны медот, важны черты характера человека. есть гемара шаббат который говорит что таме хаму которого есть надежда пятном утре ссору которая здесь есть надежда пятна виноват смертельным грехом то есть бог может бог может умертвить его и говорить не ири что пятно на одежде у талмица хама это его медот это его черты характера что даже если талмица хама есть одна мидо одна черта характер нехорошая которая явно проявляется в нем это хиллашем это оскорбляет имя бога он виноватся мультельным грехом почему только мудрец торы обычным человек это незаметно чем более одежда более тонка изыскана тем более заметно на ней пятна точно также душа человек если она тонка изыскана тем более заметно не пятна если человек знает тору и в то же время ведет себя некрасиво ведет себя я бы сказал так что он вызывает у других чувство омерзения это хиллашем это сквернение имени господа это гораздо большее сквернение имени господа чем человек который ведет себя подобным образом если он не знает то знание туры обязывает нас вот в этого главы и шива была дочь представили и жениха который был как я уже сказал великим знаком торы не было никаких пятен одежде но все черты характера вы были прекрасными был один маленький недостаток что он чуточку прихрамывал и дочка была не против и отец был не против но мама дочки сказала ни в коем случае я такая красивая дочь цель на она никогда не выйдет замуж у того кто чуть-чуть прихрамывает и папа ничего не могу сделать он тоже время он пытался но жену не смог он никак уговорить но как известно женщины в грейском народе играет большую роль если он не смог уговорить жену значит этот шидок не состоялся и хотя через какое-то время это там мид ха хам ослабел то есть папа этой девочки ослабел внутри асторы когда он физически известно что если человек стал физически он может перед молитвой выпить стакан чая он стал позволять себе выпивать стакан чая как-то жена не слайма стакан чая на споткнулась упала и повредила ногу из того чтобы понять что всевышний ей дает так понять что она неправильно поступила отговорить свою дочь и не разрешив этот шидок не разрешив состояться этому браку она решила что во всем виноват ее муж и что его что всем виноват ее муж потому что он стал пить чай перед молитвой хоть это можно было согласно слуха на руку он ослабел она не услышала этот сигнал он и услышал этот зов который раздавался к ней с небес она восприняла его абсолютно неправильно известно что для того чтобы воспринять этот зов чтобы понять его нужно конечно в определенной степени руакодыш святой дух пророчество ушло руакодыш не ушел потому что когда хазан читает молитву когда идущий молитву читать рог под шахальтиках мемену не забирают нас рога кодыш каждый хазан который читает эту молитву каждый кто-то ведет эту молитву он говорит нас не не отбирает нас святой дух получается что у каждого еврея есть святой дух чтобы не отбирали его надо уметь им пользоваться когда же самые великие люди совершают ошибки известно что когда наша на из наших великих женщин хана мать пророка шмуэля молилась в мешкане то и увидел пророк или то и увидел первосвященник или у него был такой нагрудник как у каждого первосвященника на котором были буквы все буквы алфавита еврейского и он эти буквы высвечивались для того чтобы понять что они высвечивали нужен буруа кодыш мы высвятились буквы шинка прыжей можно было их прочесть правильно двумя способом можно было прочесть их правильно кессора что эта женщина как сара у которой нет детей которые молятся о том что у нее был ребенок можно было прочесть кшера что-то женщина кашина или ошибся он прочел этот момент руаку дыша ставил его и он прочел шикора что-то женщина пьяная и он решил делать ей замечание почему она пришла пьяна почему она пришла пьяная молиться в дом господа даже у такого человека как или могли быть ошибки интересно что в зависимости от материальной возможности евреи приносили свои жертвы в храм если еврей хотел принести жертву ула жертв сжигается целиком потому подобно тому как неориентированная возможность сделать доброе дело упущение необратимое то жертву можно принести принести не только искупление греха она приносится в же пожеланию в подарок богу вот бедные люди могут принести вместо животного или или быка или козла или барана могут принести голубя или совсем бедные люди могут принести жертву из муки минха если человек хочет выразить перед богом перед людьми выразить радость от своей жизни у него или у него произошло что что-то особенно хорошее он приносит жертву ушла мим мирная самое название от слова шелом мир то ее принесение бог дарит нам мир и покой если человек по невидению совершил очень серьезный грех например ее хлеб в песах он не знал что песок или не знал что нельзя есть хлеб песок или не постился вем кипу или нарушил шаббат но не специально а случайно так у него получилось за это приносилась жертва хатат от слова хэт грех но если грех был совершен сознательно жертву хатат не приносит человеку тогда могут помочь только раскаяния и твила и молитвы в главе этой голове описано четыре вида хатат за грех от обычного еврея от все общины от первосвященника если он ошибался и от царя искупление невольных грехов за которые следует менее серьезное оказание приносит жертву ашам при этом ула полностью сжигается хатат и ашам от рядового еврея идут за аркойном а самим частично отдается частично съедаются принесшими жертву конечно же если человек принял жертву но он не раскаивается и божество не имеет смысла наше время когда храм разрушен то раскаяние молитва изучения законов жертвоприношения засчитывается нам если мы принесли сами жертвы поэтому то что я вам рассказываю будет нам засчитано как будто мы принесли сами жертвы из радаше если бы если я и вы достойно будем на это реагировать есть махлок это есть спор спор между великими мудрецами торы рамбом и рамбаном рамбан это рамбе мошэ бен манмон рамбан это рамбе мошэ бен нахмар которые спорят из-за того почему в чем смысл жертвоприношения рамбан говорит что из-за того что евреи жили среди народов которые приносили жертвы своим идолам то поэтому бог приказал чтобы вместо этого совершили служение для него потому что евреи привыкли приносить жертвы они приносили жертвы идолам теперь бог хочет чтобы они приносили жертвы ему тогда получается что по рамбаму нет как бы самостоятельной цели жертвоприношения амбан говорит что это не может быть почему потому что жертвы существовали еще до идолопоклонства не было идолопоклонник он приносил жертву богу но ах не было идолопоклонник он приносил жертву богу мэша хохма такой комментатор современный торон говорит что на личных алтарях когда приносили это было парамбаму что действительно на личных алтарях евреи приносили чтобы отучить их идолопоклонство себя а в храме парамбану парамбану для объединения еврейского народа с творцом как само слово курбан означает лейткарев приближаться но если человек не раскаивается его жертва не дает искупление написано в торе адамки а крив написано в торе есть четыре слова которые выражают слово человек адам и и нож и гевер обычно второе употребляет слова их человек здесь написано адам почему написано Первый человек, как первый человек, принес неизворованного, потому что весь мир принадлежал ему. То есть так же каждый из нас не должен приносить жертву Богу из ворованного. Если человек приносит жертву Богу, приобретенную воровством, то оно не угодно Богу. А почему приносится хатат за немышленный грех? Если человек не хотел согрешить, почему он должен приносить жертву за немышленный грех? Первое. Он не принял меры предосторожности. Второе. Несмотря на то, что грех не предумышленный, то все равно душа и воскресняется грехом. Третье. Это для него плохой симон, плохой признак, потому что Бог охраняет шаги святых своих. Четвертое. Это урок. Если виновен при неумышленном совершении греха, то тем более, насколько он больше виновен при умышленном. Сказывают, что был такой великий мудрец Рады Ишимаэль, сын Илиши. И наши мудрецы сделают свои ограничения вокруг законов Торы. Что если по законам Торы нельзя зажигать лампу, например, то мудрецы сделали ограничения. Значит, мы сегодня это не наши современные лампы. То есть наши современные лампы тоже нельзя зажигать. Но когда говорится в Торе не разжигать огонь, имеется в виду вот эти керосиновые лампы, наиболее похожие на лампы, которые раньше применялись. Так вот, есть мудрецы вели закон, по которому... Это закон от мудрецов, по которому нельзя одному человеку читать при свете керосиновой лампы, потому что он может забыть, что в шаббат нельзя читать. Потому что он может забыть, что в шаббат. И может увеличить, забыв, что в шаббат может увеличить... Может увеличить свет керосиновой лампы. Этим он нарушает закон Торы. Поэтому мудрецы поставили такую ограду, чтобы человек не нарушал закон Торы. Так вот, говорят, что Рабиш Мельбен Элиша был великий мудрец Торы. Кстати, двое, если читают, то нет проблем, потому что если один захочет увеличить, второй ему напомнит. Рабиш Мельбен Элиша как-то раз один учил Тору. И он забыл это установление мудрецов. Есть мнение, которое говорит, что он увеличил свет лампы. И что он сказал, что когда будет подстроен храм, то он принесет жирный хатат. Жирную жертву хатат за грех, который он совершил. Почему Курбан с жертвы берется из домашнего скота и низких животных? Например, есть кошерные животные в Торе. Почему из них не берется Курбан? Например, не берется Курбан с шерстью и золенем. Не берется также Курбан из диких животных, которые не кошерные. Но те, которые не кошерные, Рабейн Бехая говорит, что они обычно преследуют других. Это не угодно Богу. А те, которые кошерные, по мнению мудрецов Тос, вот это внуки Раши, они говорят, что это терха. Ловить их надо. Это непросто. Поэтому Торе не хочет заставлять очень сильно трудиться евреям. Несмотря на то, что это митсвано, все равно посылать его ловить оленя для того, чтобы он принес его жертву, это тяжело. Просто легче принести жертву из домашнего животного. Продолжение следует. Богу угодно, когда еврея приносит жертву. Или не еврей. Богу угодно, когда приносится ему жертва. В основном, кстати, когда Рамбан говорит о том, что есть смысл в принесении жертвы, и смысл не только в том, чтобы отучить евреев от этого поклонства, он имеет в виду жертву хатат за грех. Он в основном говорит о жертве хатат, которая приносится за грех. А как человек должен мыслить при том, что он приносит жертву хатат? Достаточно просто принести жертву хатат и считать, что я избавился от этого греха. Надо возложить руки на это животное, надо покаяться в своем грехе, надо прийти для себя, что ты больше не будешь его делать. Более того, когда режут это животное, человек должен представлять себе, как будто это делают с ним, что он должен был бы быть, что он виноват в смертельном грехе. Несмотря на то, что это неумышленный грех, все равно он виноват в смертельном грехе. И Бог в своем милосердии дает ему заменить себя на это животное. Тогда только принимается его грех, тогда этот грех списывается у него. Говорят наши мудрецы, что если человек делает шугу, то грех как будто его не был. Если человек раскаивается, то греха как будто бы не существует. В этот шаббат, кроме главы Вайкра, мы читаем еще на Мафтер, на восьмой человек, который поднимается в Торе, читает главу Захор. Помни о том, что сделал тебе Малек при выходе из Египта. То есть каждый еврей, еврейка, потому что женщины тоже должны приходить и слушать этот отрывок. Пусть каждая женщина узнает в синологии, которая рядом с ней, и какое время будет читать отрывок для женщин. Придет в это время, послушает отрывок, потому что женщины тоже были к этому чури. Так вот, каждый еврей должен помнить о том, что сделал Малек при выходе евреев из Египта. Что он напал на евреев, как только евреи вышли из Египта. Хотя все народы боялись, все народы испугались только, что были такие чудеса. Бог открыл море перед евреями, послал 10 казней на Египет. Народы боялись. Раши сравнивает Амалека с ненормальным, который пришел и прыгнул в горячую ванну. Несмотря на то, что он обжегся, для других он ванну охладил. То есть дал симан того, дал признак того, что можно прыгать в эту ванну. Что отличает Амалека? Знаете, есть наши мудрецы, которые жили во время революции, говорили, что даже Амалеки были среди нас. Те, которые, духовные Амалеки, те, которые хотели уничтожить еврейскую религию, евсекции так называемую. Но что отличает настоящего Амалека среди народов мира? Понятно, что антисемитизм – это необязательное условие, что человек, который антисемит, он Амалек. Например, есть такое понятие, что люди не любят пришельцев часто. Основной народ не любит народы, которые пришли к нему и живут на его земле. Не обязательно могут быть евреи. Но если человек не любит евреев, вне зависимости от того, живут они на его земле, не живут на его земле, он ненавидит их во всем мире, он хочет их уничтожить. Вот это настоящий Амалек, который хочет уничтожить всех евреев от малого до великого. Всего в истории было два таких человека. В истории мира. Первый – это был Аман. У нас скоро праздник Пурим. После того, как мы читаем на этот шаббат «Кралву Захор, вспомни о том, что сделал тебе Амалек при выходе твоем из Египта», на следующей неделе у нас после этого уже Пурим всегда наступает. В этот раз он наступает в среду вечером. В среду утром будет Анит-Эстер, пост-Эстер. В среду вечером наступает Пурим. Во всех городах мира практически в основном. В четверг вечером он наступает в Иерусалим. Говорят, что когда человек, опять-таки повторяю, какой основной признак. Сегодня нету народа, который называется Амалек, потому что Сан-Хирип смешал все народы. Но в тех народах, среди тех людей, которые проявляются животные, ненависть к еврейскому народу, желание уничтожить всех евреев, можно считать, что это потомки Амалека, физические или духовные. Знаете, почему бывают волны на море или на океане, в океане? Говорят наши мудрецы так, что когда Бог разделил нижние и верхние воды, верхние воды оказались наверху, а нижние воды оказались внизу. Волны – это признак того, что нижние воды хотят подняться наверх, просто не могут. Поэтому возникают гребни, возникают волны. Воды океана хотят подняться наверх, к Богу. Интересно, что когда перед Беркадом Азором, перед послеобеденной молитвой, когда евреи в праздник, евреи читают молитву «Шира малот бешу вашемет, чева сиона ину кихрумин». Евреи читают молитву, когда Бог возвращал на сион, мы были как во сне. Но когда нет праздника, то есть обычай читать «Аль на род бавэль шам я шамну гам бахину» «На реках Павелонских мы сидели и там мы плакали». Интересно, что каждый раз, когда в Торе написано или в Танахе написано «гам бахину», этот отрывок – это псалом царя Давида, это входит в псалмы царя Давида. Не знаю, написал ли это царь Давид, но это входит, может быть, это написал правокермиал, но это входит в псалмы царя Давида. «На реках Павелонских мы сидели и так же мы плакали». Кто так же с нами плакал? Так же с нами плакали реки и моря. И Всевышний вознаградил нижние воды. Он сказал, чтобы соль, которая у нас получается из воды, из морской воды, она будет на каждой жертве, которая будет приноситься в храме. Так Всевышний удовлетворил нижние воды, которые есть в этом мире. Есть такое племя в Африке, которое служит идолом. Я не знаю, называется Юмба-Мумба или как-то по-другому. Но есть такое племя, которое служит идолом. Каким идолом оно служит? Оно служит идолом самолетом. Они делают такие, мастерят такие самолеты из бумаги, из дерева, из камня, кланяются им и даже приносят перед ними жертвы. Почему? Исследователи обнаружили, что когда в этом районе, где живет это племя, была война, гражданская война, то американские самолеты сбрасывали им пищу, еду, лекарства и всякие другие предметы первой необходимости. Того, что эти самолеты сбрасывали им пищу, еду, сбрасывали им еду и лекарства, и предметы первой необходимости, они служат этим самолетам. Не считают, что эти самолеты посылали им вот эту еду. Не понимают, что за этими самолетами стоит американский президент, который отправил этими самолетами, который отправил эти самолеты, чтобы им сделать помощь, чтобы им оказать помощь. А мы не африканцы, разве из этого племени? Мы тоже думаем, что нам делают, что когда нас лечат, что когда нам платят зарплату, что когда босс нам платит зарплату и дает нам чек. И мы часто унижаемся перед ним за это. Мы тоже думаем, что это самолеты нам дают, как это племя, которое думает, что самолеты только для нас, эти самолеты, это наш начальник или наш врач. Но неужели нам непонятно, что все это посылает Всевышний? И что если человек будет верить и понимать, что все, что у него есть в этом мире, все от Всевышнего, будет гораздо легче жить, тогда не будет думать, как отомстить, как власть в плохое состояние духа, как быть злопамятным. Почему? Потому что все это делает Бог, все это делает Всевышний. Точно так же, как ни один человек не может ему сделать что-то плохое, если на это нет желания Всевышнего, точно так же он не может сделать никому ничего, если на это нет желания Всевышнего. Поэтому человек, который верит на самом деле, что Всевышний находится всюду, который следит за Ним, помогает Ему во всем, каждое его движение, если бы не было желания Всевышнего, он бы не мог осуществить. К сожалению, человек начинает это понимать только когда он не может сделать этих движений. Я вам говорю по собственному опыту. Когда они возвращаются, тогда человек на самом деле начинает понимать, насколько добр к Всевышнему, насколько он велик. Если человек начинает вдруг кричать, я вижу, я вижу, я вижу, ну вот про этот сумасшедший дом, потому что подумают, что он, наверное, сошел с ума. Но если у человека не было какое-то время зрения, а потом оно к нему вернулось, то не буду думать, что он ненормальный. Он очень даже нормальный, он вполне более нормальный, чем мы с вами. И когда мы каждое утро просыпаемся и можем встать и одеться, и увидеть, и услышать, и спуститься на молитву, насколько мы должны быть благодарны Всевышнему за это. Вот это ни в коем случае мы не должны с вами забывать. Тогда мы будем по-настоящему счастливы. Тогда без рада Шем, с Божьей помощью, мы будем думать хорошо, и нам будет хорошо. И придет Машех, и спасет всех нас, еврейский народ. И успокоятся воины. Говорит пророк Ишлялу, успокоятся воины. То, что выбито на здание ООН, просто не обращают внимания, они все обращают внимания. Не поднимет народ один от другого меч. И не будут обучаться войне. Даже военным операциям не будут обучаться. Всем вам я желаю хорошего шаббата, захор. Хорошего пурима. Перед пуримом, я надеюсь, мы еще раз с вами встретимся. Счастливо всем. Успехов. До свидания. Спасибо. Приятного аппетита. Продолжение следует...